Российские войска вновь осуществили комбинированный и массированный удар по целям на территории так называемой Украины. В Сумской области поражен завод «Импульс» в Шостке, который специализируется на выпуске боеприпасов и взрывных устройств. В ночь на 15 января произошла досадная трагедия. Над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50 и повреждение получил Ил-22. Судя по всему, причиной падения самолетов стал дружественный огонь со стороны российского расчета ПВО. В свою очередь, украинские формирования вновь нанесли удары по приграничным регионам России. В Курской области зенитчики перехватили три ракеты «Точка-У» над территорией Фатежского района. В соседней Белгородской области противник хаотично обстрелял десятки населенных пунктов, а в результате атаки беспилотника ВСУ по «Мокрой Орловке» ранения получили два мирных жителя. Что же касается ситуации на фронтах, то подразделения ВСР продолжают вести ожесточенные бои на всех направлениях. Под Купинском российские войска нанесли серию ударов по опорным пунктам противника вдоль линии соприкосновения. На северском направлении военнослужащие Вооруженных сил России были вынуждены отойти с окраин спорного на подготовленные рубежи. При этом юго-западнее российские штурмовые отряды смогли продвинуться к окраине села Веселая. Под Бахмутом российские войска расширили зону контроля в лесополосе северо-западнее Богдановки, а южнее военнослужащим Вооруженных сил России удалось выбить противника с части высот в районе Клещеевки. На Донецком направлении российские войска продолжают взламывать оборону противника на флангах Авдеевского укрепрайона. Ожесточенные бои идут в районе очистных сооружений АКХЗ и на территории садовых товариществ «Ивушка» и «Ивушка-2». В то же время украинские силы продолжают вести массированные обстрелы Донецкой агломерации. Несмотря на некоторое снижение интенсивности ударов, вновь не обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов. Юго-западнее Донецко-российские войска продолжают улучшать тактическое положение в направлении Георгиевки. Украинские формирования наносят удары по штурмовым группам и пытаются сдержать наступление. На Времьевском участке стороны по-прежнему ведут позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения. При этом российским войскам удалось занять несколько опорных пунктов противника к северу от Старомлыновки и Октябрьского. А в Запорожской области беспилотники противника попытались атаковать портовый кран и причал номер 4 в Бердянске. Обломки сбитых дронов упали неподалеку от пришвартованного буксира, ранив при этом одного человека. Продолжение следует...